Привет-привет, с вами Вета, и давненько у нас с вами не было истории Риталетты. Да, слушайте, 100 лет я заходила в эту историю. Для тех, кто не в курсе, напоминаю. Я закончила историю Риталетты Микки, у них родилась замечательная доченька Джессика, которая сейчас находится в возрасте младенца, но я не спешу заканчивать эту историю, и мне хочется как-то еще продолжить поиграть там всякими разными семьями, которые еще есть в городке Пятый Угол, и я понемножечку ими играю, и как бы продолжаю историю, только немножечко ее расширив, собственно, показав, как живут у нас другие семьи, другие персонажи, не только Риталетты с Микки, ну, конечно, к Риталете Микки и Джессике я буду еще возвращаться, но пока что я играю другими семьями, надо поиграть каждый хотя бы по разу. На сегодняшнюю серию у меня есть особенные планы. Сейчас, значит, мы в семье Синклер, которая состоит из Ады Синклер, молодой красивой девушки, и в органе Синклера ее старого мужа. Да, давайте познакомимся немножко с теми персонажами. Ну, мы помним, что Ада с Риталеттой познакомились, кстати говоря, я не помню, где то ли в кафешке, то ли еще где-то, в общем, они где-то познакомились. Ада была, типа, как такая вся себя добрая девушка, но потом Риталетта застала Дилана за изменой с Адой, кстати говоря, изменял не только Дилан, но изменял еще и Ада своим мужем. И, кстати говоря, кто помнит, когда мы играли Диланом, в его воспоминаниях не было ни слова, ни единого упоминания про всякие там поцелуйчики с Адой. Посмотрите же, что у нас у Ады. Причем они с ним были даже не знакомы, смотрите. Видите, у них стопроцентные отношения, даже больше, чем с ее мужем. Кстати, смотрите, она увлечена Микки, это интересно. Смотрите, у нас какие-то кучи каких-то странных левых знакомых. Ну да ладно, я, кстати говоря, не подумала о том, чтобы читать биографии персонажей. Да, у каждого персонажа есть биография. У созданных разработчиков персонажей обычно она написана, а у тех, кого создает именно пользователи, можно придумывать ее самим. Ну, кстати, ее можно изменять и то, и все, но я не хочу ничего изменять. Давайте прочитаем. С Диланом, кстати говоря, я этого не сделала, с Риталеттой тоже. Но мы это, я думаю, сделаем обязательно. Итак, Ада Синглер по уши влюбилась в Воргена и выскочила замуж совсем молодой. Потом она не раз задумывалась, как сложилась бы ее жизнь и встретила Воргена. Ну, смотрите, у нее жизненная цель – любовь, так что это, в принципе, все объясняет. Так, давайте это уберем. Это, в принципе, все объясняет, то есть... А, получить должность легенда спорта. Кстати говоря, мы можем это выполнить, хотя нет, мы работаем поваром. Что за бред, а? Я не знаю. В общем, Ада ищет романтических отношений, ищет каких-то романов на стороне. Вон, у нее даже, смотрите, какие желания. Ну, ладно, об этом чуточку позднее. Сейчас познакомимся уже с ее мужем. Значит, Ворген Синглер. У нас здесь биография. Ворген Синглер был удачливым бизнесменом, и его жена Ада ни в чем не знала отказа. Но на старости лет Ворген начал опасаться, что Ада может увлечься кем-нибудь помоложе. По-моему, такое же описание было именно в описании семьи. Да, значит, он у нас уже такой старичок. Ада у нас молодая девушка. Ну, такая, смотрите, видите, у нее 26 дней до старости. Либо тут у персонажа есть свобода воли, либо я не знаю, что это было. Смотрите, давайте посмотрим воспоминания. Ну, то есть, о рождении, о детстве мы ничего не знаем. Сразу у нас знакомство с Воргеном. Значит, потом он стал близким другом, потом они начали целоваться, потом они влюбились, потом он сделал ей предложение, потом вышел замуж, потом они переехали. Ворген жизнь удалась. Это он стал стареньким, то есть она была молодая, он был постарше, да? Вот это что за фигня? Я не знаю, видите, какой-то баг, сабджект. И что со всеми так? А, нет, смотрите, это не знаю, это Риталетто, что ли, или кто? Не знаю, в общем. Дальше Аврора знакомство, Фортуна знакомство, Микки знакомство, Нелль. Да, это уже какие-то пошли странные люди. Вот, смотрите, Дилан знакомство и сразу любовь с Диланом, да. Учет в меня влюблены двое. Одна любовь хорошо, две лучше. Ну, тут она, значит, типа изменяет мужу с Диланом, да. Эмми знакомство, Шерон знакомство, Кол знакомство. Короче, всякие разные люди и с ними у нас знакомство, да. Видимо, сабджика это была Риталетто, я не знаю. Так, ну, тут у нас с Воргеном та же самая история. Всякие там свадьбы, любовь, переезд. Жизнь удалась. То он, типа, повзрослел. Сабджик это, видимо, Риталетто, опять же. Фортуна Аврора, Микки. И новая работа. Хотя ему уже пора на пенсию, скажу. Смотрите, получит должность Акула бизнеса. Но, как бы, у него, как бы, должна быть выполнена жизненная цель, но не суть. Ладненько, давайте осмотрим теперь домик. Значит, тут у нас начинается дом с такой прихожей. Она одновременно переходит в столовую с двумя стульчиками. Одновременно переходит в довольно уютную кухню в темном стиле. Значит, здесь у нас гостиная, в которой можно посмотреть телевизор и поиграть на пианино. Кстати, кто у нас играет на пианино? Судя по всему, Ворген. Да, смотрите, у Ады творчество поменьше. Значит, Ворген будет играть на пианино. Хорошо. Так, диванчик, столик, кресло. В общем, вот так вот. Здесь у нас спальня. Причем, смотрите, спален тут две, да? Эта спальня попроще. Здесь у нас ванная довольно маленькая. Смотрите, у всех симов по две ванны в доме. Тут у нас еще одна ванная с душем. И здесь у нас еще одна спальня. Неужели они спят на разных кроватях? Я не знаю, на что отработчики хотят нам намекнуть. Но давайте все-таки начнем играть. Раз Ворген у нас такой весь из себя творческий, давайте он сначала сходит в туалет. Он сходит в туалет. И потом будет играться на пианино. Давайте исполнять джаз. Джаз. Хорошо, значит, у нас желания перетасовались. Блин, у нас же исполнилось жизнь. И да, я сняли, что за фигня. Так, у Ады желания остались теми же. Завязать крепкую дружбу, но мы как бы уже крепкие друзья. А, мы не крепкие друзья. Хорошо. Ладно, значит, Ада у нас тоже пошла в туалет. Хорошо, и давайте Ада тогда позвонит, поболтает с Диланом. Ну, сразу скажу, Ада у нас с примерной женой не будет, да. Она тем более уже с Диланом, у него что-то было. Так что, что теперь-то? Давайте. Никого нет дома? Вы серьезно? Ах ты, Дилан, коварный Дилан. Он же у нас вроде не работает. Ну, ладно. Хорошо, что ты хочешь, дорогая моя? Ты хочешь развить навык? Ну, ладно, давайте развиваем какой-нибудь навык. Давайте поизучаем кулинарию. Нам, кстати, нужно двое друзей для повышения по карьере. Мы, в принципе, можем с Микки подружиться. А так, я даже не знаю, с кем мы еще можем подружиться. С Фортуной, разве что. Смотрите, давайте подождем, пока кто-нибудь из них повысит навык. Какая-то барышня пришла у нас тут. Он быстро перебирает руками. Вот так посмотрите. Она также быстро достает странички. Все, давай, повышайте кто-нибудь уже навык. Вот, кстати, у нас... Вот, все, Ада получает навык. Кстати, почему она... Почему у нас понижается досуг? Я не понимаю. Ладно, давайте позвоним, допустим, Микки. Поболтаем с Микки. У нас, кстати, есть желание подружиться с Микки. Давайте позвоним Микки. Вот. Давайте поговорим. Стоп, кто это идет? Кто-то идет. Это у нас идет Мишель Другг. У нас уже, кажется, есть какая-то знакомая с имели Другг. Это, видимо, ее дочка. Ладно. Ладно, давайте после того, как поговорим по телефону, мы пообедаем. 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 Бутербродом с мясом. Все, смотрите, у нас исполнилось желание. Мы подружились с Микки. Все. Так, нет, с Микки я тебе целоваться не позволю. С ума сошла. Микки у нас женат. На Ритолете. Ну, конечно, она тоже замужем, но... О, смотрите, кто это у нас такой? Привет, Ада, как поживаешь? А это у нас Микки. Только подружились, и он опять снова звонит. Ладно, хорошо. Что мы можем поделать? Можем посмотреть телек. Так, муженек наш опять хочет в туалет, но все-таки он пожилой у нас. Все дела. Давайте воспользуемся туалетом. Потом пообщаемся с женой. Потом пообщаемся с женой. Давайте с ней там как-нибудь полоскаемся, все дела. А, они сразу же выключили телек. Это странно. Давайте всякие целовашки. Смотрите, как сразу повышаются сообщения. Все, сейчас все возможные действия поделаем. Они, типа, все равно друг с другом у них какие-то отношения все равно есть. Но Ада будет у нас втайне периодически бегать к Дилану. Главное, чтобы Дилан что-то их не увидел, а то обязательно кто-нибудь с кем-нибудь да поссорится. Я не знаю. Так, у нас уже шесть часов, мы уже повзрослели на один день. Ладно, давайте после того, как они закончат, Ада у нас все-таки позвонит Дилану. Позвонить персонаж. Можно, кстати... Ладно, мы это потом сделаем. Ладно, все, заканчивайте уже. Как они долго это делают, капец. Все, закончили, ура. И у нас появилось новое воспоминание. Отлично. Кстати говоря, почему-то у Риталита и Микки это действие у меня не делалось. Либо я что-то не так делала, ладно. Давай, иди скорее звони Дилану. Так, давай, Дилан. Стоп, отмена. Стоп, 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 стоп. А пригласить персонажа на участок, типа, нельзя? Блинский блин, слушайте. То есть мы даже сейчас за адочку не поиграем. Я хотела пообщаться с Дилану. Ну ладно, иди, Ада, принимай душ. Давайте поисполняем, кстати, его желание. Так, поговорить, завести новое знакомство, развлечь, пригласить кого-нибудь в гости. А что ты, собственно говоря, готовишь? Видимо, это свиные отбивные, я не знаю. Ладненько, у нас наступает вечер. Кто у нас здесь живет, кстати, напротив нас? Это Фриск. Это какой-то пустой домик. Видимо, это старый дом Микки. Или не он. Это старый парк. Можно будет куда-нибудь с кем-нибудь пойти. Вообще, почему у нас нету действия пригласить персонажа в стойный участок? Ну, блинский блин. Так, ладно, давайте не будешь что-то есть. Так, давайте поужинаешь обедом полуфабрикатом. Ох ты какая. И она тоже готовит свиные отбивные. Вот, посмотрите. Тарелочка у нас еще не настолько грязная. Ладно, давайте у нас не будешь причинять никому никаких ущербов. Все, ну хоть обед полу... Господи, хоть обед полуфабрикат нормально приготовил. Так, а почему он положил его в плиту, а она жирит на сковородке? Я не понимаю. Ну, не суть важна. Ладно, Адочка, хоть ты меня не подведи. Все, Ада, снимай. Вот какая умничка. Смотрите, как у нее все получилось. У нее зато хорошее воспоминание. Свиные отбивные. Теперь я знаю этот рецепт. Так, давайте тарелку уберем. Можно тарелку убрать? Нельзя тарелку убрать. Ладно. В багаже у нас, конечно же, ничего нет. Профессиональные награды за успех. Награды. Награды Винсента, награды Ретелета. Ну да, логично. Они у вас, типа, недоступны. Хорошо. Ну ладно, не суть. Пусть пообщаетесь за едой. Ну как это, милая, только семей, не знаете ли, ужин. Кстати говоря, я еще хочу, чтобы они завели ребенка. Сделаем. Типа скриншотик, делаем фоточку. А, тут у нас фоточки не делаются. Ну да. Стоп, подождите. Сделаем что-нибудь. А, ясно. Кстати говоря, семья у нас почему-то называется Колби. Это странно. Потому что семья у нас Синклер. Ну, хотя, единственное, что могу предположить, это что Колби это девичья фамилия Ады. Вот единственное, что могу предположить. Так, давай, приберись. Так, Ворген, пожалуйста, тоже приберись. Вот эту свою гадость убери. Чтобы нас мухи не сожрали. Ну ладно, собственно говоря, раз уж у нас... Нам не позволяют пригласить персонажа на участок, ведь нельзя ведь так. Так, вызвать такси-транспорт. Так, Адочка, Адочка, дорогая моя, давай выкинешь тарелочку. Что-то хотелось сделать. А, ты хотела повысить естественную нужду, наверное. Ну ладно, повышай. И видим, нам сейчас придется лечь поспать. И потом уже... Мы, наверное, тогда перейдем в семью Дилана и поиграем за Дилана. Раз уж у нас низкая бодрость, тогда пойдем сюда. Вот так вот. Так, счетов у нас нет, газетка у нас есть. Хорошо. Кстати говоря, заметили, что у них нету этого действия, которое я сейчас хочу сделать. И это, ну, еще капец же странно. Учитывая, сколько они, типа, женаты. Ну да ладно. Значит, мы его сделаем. Давайте, почему бы, нет. Пусть у них будет ребеночек. Ну, кстати, даже не знаю, можно было бы еще сделать ребенка ей от Дилана, так уж по приколу. Ну, я даже не знаю, буду ли я такой фигней страдать. Да, так не надо меня вообще осуждать за все то, что я делаю. Просто потому, что мне так хочется. Все, давайте. И все-таки это довольно мило выглядит. Ну, ладно, все. И у нас все получилось. Мы беременны. Ура! Все, отлично. Теперь они у нас, типа, спят. Милые обнимашки. Давайте ждем, пока у них повысится бодрость. И тогда я перехожу уже в семью к Дилану. И сегодня я планирую поиграть еще одной семьей. Итак, мы переходим в семью Дилана Кикса. Так, я не буду это делать. Не хочу это делать. Так, ладно, давайте посмотрим биографию Дилана. И Дилан наслаждается жизнью и любовью в пятом углу. Еще бы Микки не путался под ногами, он был бы совершенно счастлив. По-моему, это, опять же, описание семьи. Ну, не суть. Ладненько, теперь давайте все-таки пригласим в гости Аду. Застелим постель и позвоним персонажу. Так, стоп. Подождите. А, тут нельзя привысить персонажа на участок. Ну, не суть важна. Все, заканчиваем мыться. Все, у нас тут все чистенько. А, вот эту штуку надо и вымыть. Ну, пока наша Адочка будет идти. Ой, так. Приглашаем Аду Синклер в гости. Отлично, Адочка у нас сейчас придет. У нас, кстати, желание стать близкими друзьями. У нее, кстати, тоже. Но, смотрите, у нас с ней отношения вот примерно вот такие. А она к нам относится на 100%. Это немножко странно. Ладно, ждем, пока она придет. Вот, она пришла. Так, стоп. Стоять. Стоп, 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 стоп. А, да поприветствовать. Окей. Идем приветствовать. Все, ты почистил, я надеюсь? Смотрите, какие обнимашки, милые. Так, давайте идите домой. Да, нас к ней очень сильно влечет. Давайте теперь позовем ее. А, ну все, она сама к нам идет. Так, давайте для начала расскажем ей анекдот. Так, куда ты пошла, дорогуша? А, ты пошла наверх на балкончик. Главное, чтобы наш муженек тут не ходил. Так, Дилан, куда ты идешь? Куда ты идешь? Давай, какие-нибудь дружеские действия поделаешь. Обнимем ее дружески. Потом сделаем комплимент. Потом пощекочим. Потом, не знаю, нужно будет ее пригласить на свидание. Посплетничать. Да, у нас уже можно целоваться. Давайте опять ее обнимем. Короче, будем повышать отношения до близких друзей. Не знаю, наверное, надо здесь не согласиться. Ой, не попрощаться, пожалуйста. Так, что такое? Что происходит? Почему вы застыли? Почему вы не болтаете, ребятки? Так, все, отлично. Так, давай все-таки ты пойдешь сюда. О, все, ура, они зашли в дом. Теперь их хотя бы не будет видно. Хорошо. Так, не надо ничего смотреть, пожалуйста, ради всего святого. Давайте сейчас, не знаю. А давайте в конце концов, ну не знаю, я все-таки еще рано, мне кажется, делать это действие. Давайте еще раз похвастаемся, не знаю, заставить убраться, подать еду, спросить, пригласить на свидание. Блин, вот не знаю. Она думает о своем муже. Так, тут какой-то Падрик Педерсон. Серьезно, у него такая фамилия есть? Господи, какой ужас. Ладно, все, давайте попробуем ее действительно пригласить на свидание. Я думаю, она на меня откажет. Ну все, начинается, да. Все, отлично, теперь идем выполнять действия. Поиграть, развлечь, рассказать анекдот, стоять, потанцевать. Все, давай, значит, развлечь, рассказать анекдот, играть, щекотать. И танцевать мы тоже будем сейчас. Кстати, нету у нас действия танцевать медленный танец. Ну ладно. Потом включим музончик и потанцуем. А типа свидания с виталитой у нас не было, это как-то немножко странно. Так, давайте. Посмотрим ее желания. Какие у нас желания? У нас желание стать близкими друзьями. Так, хорошо, поговорить. Давай потанцуем. Так, потанцевать. Ура, у нас полно желания, это просто здорово. Так, стать близкими друзьями. Мы хотим стать близкими друзьями, это хорошо. Давайте посплетничаем. Пока что у нас времечко идет. Надеюсь, что в другую семью мы тоже успеем заглянуть. Отлично. Наделаем тут шикарненьких кадров. Так, давайте остановим, что... Какие у нас желания вообще есть? Порадовать, поиграть, взять крепкую дружбу. Блин, самое такое желание. Знаете, порадовать. Давайте сделаем ей массаж. Даже дважды. Так, отлично. Надо, кстати говоря, старше Дилана. Ладно. Так, развлечь, поиграть. Давайте еще раз развлечем. Отлично. У нас пока что время еще у нас есть, в принципе. Э, стоп, почему? Алло, почему у нас такие... Так ухудшились отношения? Это плохо, на самом деле. Давайте их повышать. Давайте попробуем поухаживать. Действительно, уже, мне кажется, можно будет. И давайте пообнимаемся романтично. Вот, смотрите. Видите? Ей это очень даже нравится. У нас есть желание поцеловаться. Вот, смотрите. Все, давайте. Отлично. Да, на самом деле, какая коварная ада, черт возьми. Ну, блин. Ну, что поделать? Такое бывает иногда, да. Завязать крепкую дружбу. Страстно поцеловать трех разных персонажей. А типа с Диланом она уже целовалась. Я, что-то, как-то не помню. Так, ой, стоп. Предложить. Остаться на ночь. Давайте предложим. Отлично. Еще раз сделаем ей массаж. Вот это действие, правда, должна делать девушка, но не суть. Мы сделаем его сами. Так, а танцевать медленный танец у нас по-прежнему нету действия. Жалко, жалко. Ладно. Переехать в этот дом предлагать не будем. Все-таки это слишком. Все, у нас все повышаются и повышаются отношения. Отлично. Кстати, действие развеселить я не помню такого. Видите, оно у нас... Сейчас посмотрим, как оно выглядит. Вот как у нас повышаются отношения. Очень хорошо. Как оно мило выглядит, вот посмотрите. Здорово. Давайте еще раз его сделаем. Так, порадовать, развеселить. Ада, стой. Давайте так вот сделаем. Ой. Где? Где вы, ребятки мои? Где вы? Где вы? Где вы? Аня, вот здесь вот, блин. Потеряю время сейчас. Смотрите, блин, слушайте, знаете, типа Ада такая, ему жалуются на проблемы. Типа, вот у меня все плохо. Там это... Муж старый там козел. То есть все. Там это... Не знаю, там одна. Никто не это... Никто не любит. То есть все. Он такой вытешает. У тебя моя хорошая. Все. Отлично. Давайте, что еще можно тут исполнить? У нас 4 минуты осталось свидание. Свидание пока что проходит на уровне отлично. Снова решаем желание. Давайте, не знаю, еще поухаживаем. Там по-всякому ухаживать. Там взять за руки. Там... Не знаю, что еще можно... Вот так сделаем. Давайте попробуем. У нас вообще у Ады с ним отношения, типа, на 100%. И там, и там. То есть, как бы, это очень даже хорошо, на самом деле. Смотрите, еще чуть-чуть и будет крепкая дружба. Смотрите. Это что сейчас такое было? У меня совсем нет настроения, тебе кажется, все равно. Я по... Что? Что за бред, ребята? Мы вроде стали с ней близкими друзьями. Что за фигня? Блин. Так, подождите. Удачное свидание. Блин, капец. Слушайте, впервые в жизни у меня такая фигня. Я не знаю, что делать. А вот вы понимаете, я ее же опять пригласила. Они только что взяли и поцеловались вообще без моего ведома. Я не знаю, как это можно объяснить. Ну ладно, давайте идите домой. Все-таки я тебя еще немного помучаю, дорогая моя. Она что, играть пошла? Ладно, не суть. Так, я тут немножко отвлеклась. Мы все-таки продолжаем играть. Я тут сейчас делаю всякие романтичные действия. Я думаю, Ада будет не против. Меня тут немножко отвлекли. Я вообще забыла, на чем вообще я остановилась. И, кстати, у нас здесь какой-нибудь скриншотик классный. Вот так вот сделаем. Ой, какая прелесть просто. Вот так вот пусть будет, я не знаю. Все, вот пусть вот это будет такой скриншотик классный. Вот так вот. А что, типа у него нету этого воспоминания? Я что-то не поняла немножко. Все, отлично. Просто супер. Давайте еще поделаем... Ой-ой-ой. Давайте еще поделаем всякие действия. Давайте вообще... Можно, в принципе, и так тоже сделать. Ну, кстати, тогда уж я не знаю. Ну, сказать, и с этой дамочкой довольно-таки хорошие отношения. Вообще странно. Ну, ладно. Так, остаться на ночь. Ада пригласить. Играет тут такая музычка. Классные все дела. У нас между тем я, блин, забыла таймер возобновить, пока на паузу ставила. Блинский блин. Просто блинский блин. Вот, все, шикарненько. А, смотрите-ка, у нас это действие, в принципе, пока еще не доступно. Ну, давайте сделаем так, чтобы оно было доступно. А, че, типа... Подождите, я че-то не поняла. У нас, типа, с ней отношения ухудшились или что? По идее, у нас должна быть уже любовь. Ну, по всем законам логики. Че-то я не поняла, че-то какая-то фигня случилась, я не знаю. Почему у нас нет этого действия, я не знаю. Давайте, не знаю. Еще раз с ней поцелуемся, либо у нее ухудшилось к нам отношение. О, все, смотрите, и на этом, на этом моменте она ушла домой. Мы даже не попробовали ничего сделать. Ну, ладненько. А теперь я планирую перейти в еще одну семью. Сейчас узнаете, в какую. Итак, мы с вами еще сегодня поиграем за Аврору Чучхе. Да, она у нас будет второй возлюбленный Дилана, и вот так он будет метаться от одной к другой, от одной к другой. Да, я решила сделать именно так. Но все-таки у него были отношения с Адой, да, с этим не поспоришь. Но в конечном итоге, ладно, не буду ничего говорить, но сообщница его была Аврора, и она в него типа влюбилась, да. Вот смотрим воспоминания, тоже переезд. Опять Риталетта какая-то лагающая. Так, у нас Ада, Фортуна, Ворген, Микки. А, вот Риталетта, а кто такой тогда сабджект, я не знаю, ладно. Микки, поцелуй, Микки, мой близкий друг, Микки, моя любовь, страстный поцелуй. И смотрите, разрыв отношений, хотя странно, у них должна была быть типа помолвка, ну да ладно. Почему-то опять же воспоминания выкинуто. Так, Микки, мой враг, Микки, больше не близкий друг, Риталетта побила меня. Так, знакомство с Диланом, и еще с какими-то чуваками. Да, ладно, давайте все-таки пригласим тоже в гости Дилана. Блин, смотрите, какой у нее миленький домик, вы только посмотрите. Все, все, я просто влюбилась в этого персонажа, несмотря на то, что она гадина, и по идее должна сидеть в тюрьме. Так, у нас что, телефона нету? Я что-то гонять не могу. У нас, походу, нет телефона. Ладно, давайте купим телефон. Благо, деньги нам позволяют. Давайте, так, электроника, мелкая электроника. Так, телефон давайте купим вот такой вот, и куда мы его повесим? Повесим его давайте вот сюда. Так вот, теперь позвоним. Телефонное хулиганство, блин, прикольно. По-моему, у других персонажей я не видела такого действия. Она у нас работает диджеем. У нее уже не на цель популярности и желание получить должность мэра. Это немножко странно. Ладно, теперь приглашаем Дилана Кикса. Так, Дилана, конечно же, нет дома. Хорошо, давайте осмотрим пока что ее домик. Тут у нас тоже гостиная такая классная с телеком, с проигрывателем. Еще один проигрыватель. Тут мы можем позаниматься спортом. Потанцевать под музончик, почитать книги. Тут у нас ванная такая в розовом стиле. Здесь у нас кухня темненькая. Здесь у нас спальня красивая. Еще одна ванная и еще одна спальня. Блин, шикарный дом. И на улице у нас тоже есть джакузи, гриль и телескоп, чтобы подглядывать за соседями. Ладно, поскольку Дилан у нас уехал на работу, мы его немножечко подождем. Давайте воспользуемся туалетом. Так, давай ты не будешь ничего читать. У тебя, кстати, хорошие подребности, дорогуша моя. Вот у нас какие отношения, кстати, с Микки самые высокие, хотя мы типа враги. Дальше у нас есть Дилан, Ада, Ритолета, Ворген, Фортуна и двое неизвестных чуваков. Ну, ладно. Мы попробуем пригласить Дилана в гости и с ним пообщаться. Я не знаю, дойдем ли мы сегодня до романтики или не дойдем. Времени у меня осталось на съемку немножко. Так, ладно, давай ты у нас выкручишь вот это. Давай ты поупражняешься тогда на тренажере. И тебе нужно трех друзей завести до повышения по карьере. Сейчас у нас очень быстро понизится гигиена. Блин. Господи, что за вибрация странная. Так, опять вот какая-то Мишель Друга. Так, ладно, все, давай ты у нас примешь ванну. Ты у нас набегалась, не занималась. Сейчас ты у нас покушаешь еще, дорогуши. Давай пообедаешь протеиновым коктейлем. Да. И у нас понижается общение, нам нужно срочно с кем-то поболтать. Ой, ко мне пришли знакомиться с Сиди, как это мило. Почему-то, когда я играла за Аду, они не приходили. Ладно, давайте всех поприветствуем. Кто это вообще у нас такие, собственно говоря? Это у нас... Нуэль Уилке, девушка. Роберт Цэ, мужчина. Это, видимо, подросток Адриан Гурвиц. Да, это подросток определенно. Так, мы всех поприветствовали, и все почему-то куда-то свалили. Ну, не суть. Хорошо, давайте позвоним персонажу. Опять позвоним Дилану. Давайте пригласим гостя. Теперь ждем, пока он придет. Сейчас заодно будем поднимать общение. Все, стой, 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 стой. Так, выпустить уйти, Дилан Кикс поприветствовать. Все, отлично. Так, расскажем анекдот. Давайте тоже поболтаем. Так, сделаем ему комплимент. Короче, будем поднимать отношения. Похвастаемся и попробуем потанцевать. Вот так вот сделаем. Так вот. Давай, танцуй, танцуй. Так, давай, танцуй с Диланом, пожалуйста. Классно они танцуют, на самом деле. Так, хорошо. Все, давайте закончим танцевать. Так, ладно. Что-то как-то мы немножко перестарались. Давайте заново поднимать отношения. Давайте поделаем ему комплименты. Давайте пощекочем. Посплетничаем. Что ты за фигуру ему рассказываешь? Я не поняла. Так, все, ускорим немножко действия. Не знаю, смогу ли я обнять его дружески. Отлично. У нас повышаются отношения. Пробуем помнять дружески. Смотрите, какие у нас хорошие отношения. Вот, смотрите, мы стали друзьями. Отлично. Просто шикарно. У нас взять крепкую дружбу есть желание. Так, и давайте сделаем ему массаж. Еще раз попробуем. Полностью пережелание развлечь. Давайте развлечем. Теперь давайте вот так попробуем. Спросить. Тоже, может, пригласим его на свидание. Не знаю. Что она какая-то немножко смущенная, по-моему. Все, вот поехал романтик. Кажется, он не против. Ага. Все. Романтичные обнимашки. Теперь, в принципе, можно было бы пригласить его на свидание. Давайте попробуем. Все, отлично. Правда, нам еще отношения. Поднимать и поднимать. Пожалуйста, только не откажи. Все, ура, он не отказал. Сейчас какое-нибудь коротенькое свидание. Постараемся уместить в 4 минуты моей съемки. Ну, либо, в конце концов, немножко серию затянем. Давайте тогда потанцуем. Потом расскажем анекдот. Посмотрим его желание. Так, поговорить, потанцевать, поиграть. Хорошо. Развлечь, рассказать анекдот. Так это мы все сделали. Поговорить, сплетничать. Что еще можно сделать? Так, это поиграть, да? Хорошо, давайте поиграем. Играть. Щекотать. Завести новое знакомство. Ну нет, у нас вообще не относятся к свиданию. Я что-то не понимаю. Давайте попробуем поухаживать по-всячески за ним. Что-то как-то пока что не очень у нас... Поднимаются отношения. Получить массаж, делать массаж. Всякие поцелуйки разные. Ну давайте сделаем массаж. Так, что мы еще можем сделать? Сделать массаж, поцеловать, обнять, взять крепкую дружбу. Ну, блин. Конечно, лучше бы сначала крепкая дружба, а потом поцелуйки. Но я не знаю даже. Не знаю, сумеем ли мы поднять отношения до крепкой дружбы? Что-то сильно сомневаюсь. А вот с поцелуйками дело пойдет намного лучше. Вот. Понимаете, когда девушка прыгает на руки к парню, это намного вообще логичнее. Так, давайте вот так вот сделаем скриншотик. Отлично. Ну, была не была. Давайте все-таки поцелуемся. Отлично. Так, и у нас еще желание сделать массаж. Поухаживать. Давайте поухаживаем. Так, у нас потребности хорошие. У нас питание надо поднять. Естественную нужду и бодрость. Давайте вообще предложим ему остаться на ночь. Так, у него желание сделать массаж. У нас тоже желание сделать массаж. Так, а почему это у нас поднимаются все потребности? Я что-то немножко не понимаю. Это немножко странно вообще, не знаю. Ладненько. Сходить на незабываемое свидание. Почему-то нет никакого значка. Ну, ладно, давайте попробуем сделать наше свидание незабываемым. У нас целых пять минут еще осталось. Надеюсь, что в эти пять минут мы с вами отлично уложимся. У нас чуть-чуть осталось до близкой дружбы. Вот так вот все наделаем всяких поцелу. Что? Ждите машину где-то через час? Вы серьезно? Блин. Вы понимаете, за этот час нам надо успеть столько всего сделать? Блин. Ну, кстати, у нас почти поднялись отношения до крепкой дружбы. Это хорошо. И у нас нет выходных. Это плохо. Это очень плохо. Блин. О, и мы завели крепкую дружбу. Отлично. У нас незабываемое свидание. Давайте так сделаем напоследок действие. И завершим тогда уже свидание. Отлично. Давайте вот так вот сделаем. Завершить свидание. Отлично. 5.38 у нас протикало. Вот, смотрите. Незабываемое свидание. Отлично. Шикарно. Теперь я даже не знаю, что мы можем поделать. У нас, в принципе, близкая дружба. При этом у нас еще нету любви. И за нами приехала машинка, которая хочет нас везти на работу. Так, мы уже не успеваем ничего приготовить. И, наверное, на этой ноте, пока наша Аврора едет на работу, мы с вами заканчиваем серию. На самом деле, получилось довольно все скомканно. Но я, в принципе, выполнила цель. У нас Дилан закрутил роман с Адой и с Авророй. Ада с этим Воргеном забеременели. То есть, Ада забеременела. И теперь на этом спокойной серию можно заканчивать. Я не знаю пока что, что будет в следующей серии. Я, скорее всего, буду играть уже с другими персонажами. Даже знаю, какими. А пока что все. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк, написать комментарий, а также подписаться на мой канал. С вами была Вета. Всем удачи. И всем пока-пока. И Аврора приехала с работы, как быстро. Пока, ребят.